После игры с нами готов пообщаться главный тренер Спартака Александр Суховеев. Александр Андреевич, поздравляем с победой. Что сегодня удалось и не удалось команде? На таком поле, конечно, сложно играть в свою игру. Хотели больше контролировать мяч, хотели больше доминировать, но, приехав сюда, посмотрели поле, провели разминку, поняли, что то, что хотим, сегодня не получится, поэтому где-то в каких-то моментах упрощали игру. Понравилось, что вышли с хорошим настроем, забили быстрый гол. В принципе, хорошо работали в прессинге, были хорошие моменты. Я доволен. Выделите, пожалуйста, главные моменты матча, которые вам запомнились. Голы. Первый гол быстрый, и во втором тайме вышли, тоже забили гол сразу. После хороших комбинаций, хороших командных действий. Строгино во втором тайме начал владеть инициативой. Что к этому привело? Возможно, потеря мотивации? Нет, потери мотивации точно нет, потому что мы не в том состоянии сейчас находимся. В команде есть свои трудности, поэтому пацаны заряжены, хотят все исправлять. Поле, тяжелое поле, нет замен. Мы не откатывались, играли в прессинг на протяжении всей игры. Оттуда и ребята устали, оттуда и подсели. Александр Андреевич, и последний вопрос. Какие планы на предстоящие игры? Развиваться, развивать свою игру, стараться вернуть тот стиль, который у нас был, рисунок. Соответственно, за счет этого добиваться результата. Все, спасибо большое, удачи, поздравляем. Спасибо. С нами игрок команды Строгино, Азим Бекмуханов. Азим, скажи, пожалуйста, впечатления после игры. Что повлияло на такой исход? Ну и в общем. Я думаю, игра равна была. Мы недонастроились, наверное, на начало первого тайма, на начало второго тайма. Поэтому и пришли быстрые голы. А так, в целом, я думаю, игра равна была. Единоборство мы старались не проигрывать. А какие-то недоработки, может быть, повлияли? Недостаточные тренировки или все-таки все нормально с этим? Нет, с тренировками все нормально. Я думаю, поле, качество поля повлияло на это. Потому что мы с разминки сразу поняли, что здесь мяч скачет, кочки. Думаю, это тоже повлияло. Это заставило нас упростить нашу игру. Все, ясно. Спасибо большое. Желаем побед, удачи. До свидания. После игры с нами готов пообщаться главный тренер Строгино, Румянцев Алексей. Алексей Андреевич, подведите итог матча. Что сегодня не получилось у команды? Да на самом деле многое получилось. Понятно, что где-то, так скажем, уровень немножко разный. Спартак все-таки по подбору и, наверное, по своему статусу выше нас. Но пацаны старались, молодцы, сегодня отдались полностью и старались играть в футбол, прессинговать, высоко обороняться, старались играть с мячом, то есть создавать в атаке какие-то моменты. Но не все получается, мы над этим работаем. Я думаю, результат все равно придет, наверное, позже, может быть, второй круг. Мы их ждем, идем к нему, так скажем. И много работаем. А что вы можете выделить из игры команды в первом тайме? В первом тайме несколько раз хороший прессинг у нас удавался, после которого мы могли, в принципе, доводить до опасных моментов. Ну, где-то техническое мастерство подводят, где-то качество поля, да, нам не дало возможность там сыграть и довести до гола эти моменты. Ну, так по прессингу неплохо, единоборство пытались навязать. То есть, в целом, я говорю, наверное, больше даже, несмотря на счет, больше положительных моментов, чем отрицательных. Я доволен парнями, то, что они выкладываются. А еще хотелось бы узнать вашу оценку с соперников сегодняшних. Ну, с соперник тоже, да, не, наверное, опять же, и по статусу. Я знаю эту команду, и тренеры пытаются агрессивно играть. Для нас не было сюрпризом, то есть их игра. Поэтому такая интересная игра получилась. Алексей Андреевич, и какие планы на построящую игру у вас? Планы улучшать нашу игру в атаке, в обороне, да. И работать. Сейчас небольшой перерыв. Там, 3-4 дня мы отдохнем. И впереди у нас, там, опять же, серьезные соперники, важные игры, где мы постараемся навязать свою игру, какие-то очки заработать. Там, ЦСКА, Динамо впереди. Отдохнуть и приступить к работе дальше. Спасибо огромное. Победа, удачи. До свидания.